всем привет меня зовут дина и я рада видеть вас на своем канале что я об этом думаю канал у меня еще достаточно молодой можно сказать юный но несмотря на это какая-то аналитика уже собрана и посмотрев на данную аналитику и я пришла к выводу что вам наиболее интересно смотреть видео про путешествия и про деньги и так как я искренне хочу чтобы вам было интересно со мной я решила записать видео на тему того какие профессии в эстонии оплачиваются лучше всего в принципе конечно где-то интуитивно живя здесь в эстонии я понимаю кто примерно сколько может зарабатывать на каких позициях каких отраслях но я решила не быть голословной я собрала некоторую информацию с ресурсов которые официально публикуют средние цифры по разным работам по разным профессиям и озвучу вам всю эту информацию здесь сегодня в этом видео кроме того бонусом к данному видео будет небольшая информация о разнице в зарплатах в эстонии между мужчинами и женщинами все-таки эта разница присутствует кто бы что не говорил вот и также расскажу вам в каких странах наиболее высокие и наиболее низкие зарплаты в общем надеюсь вам будет интересно но но перед тем как я начну рассказывать вам про то кому же в эстонии жить хорошо попрошу вас как обычно не забыть поставить лайк подписаться на мой канал если вы еще этого не сделали и обязательно вставлять комментарии все это помогает продвижению канала и мне очень очень приятно видеть что новые люди подписываются на мой канал безусловно менеджеры разных направлений всегда зарабатывали лучше всего то есть менеджер управленцы но я не хочу говорить про именно про управленческие какие-то моменты потому что ну понятно что таран менеджеры подразделений это всегда топовые люди в компании как правило их труд оценивается далеко выше среднего то есть айти директора маркетинговые директора лагера логистики возьмем всевозможные директора они они всегда имели зарплаты на порядок выше а я хочу на своем видео обсудить конкретные профессии и позиции и привести конкретные цифры до сразу оговорюсь что это средние цифры о данным направлениям то есть мы должны понимать что кто-то на этих позициях может зарабатывать больше кто-то может зарабатывать меньше это такой срез цифры будут все в нету то есть это цифры которые уже человек получает на руки с вычетом всех налогов это важно понимать потому что налоги они могут съедать достаточно большую сумму зарплаты но я буду озвучивать именно конкретно чистые деньги которые уже приходят на счет работнику и я не знаю известным или нет для тех кто живет в эстонии ты безусловно не тайна наиболее хорошо оплачиваемые позиции всегда для тех кто работает в айти индустрии не день и те кто так или иначе связан с айти сектором живут наиболее хорошо наиболее комфортно наиболее успешно и также проводя свое маленькое расследование по поводу того где же хорошо платят я поняла что кроме айти сектора это будет вторая наверное такая широкая ветка где хорошо можно зарабатывать это сектор финансов и как я и обещала я озвучиваю 5 наиболее хорошо оплачиваемых профессий в эстонии и начну я с конца итак и на пятом месте на пятом месте у нас будут работники банковского сектора финансовые аналитики их доход составляет 2288 евро на это напоминаю это средняя цифра то есть кто-то может зарабатывать больше а кто-то меньше на четвертом месте также находятся работники финансового сектора финансовые контролера которые могут работать совершенно обратно в разных направлениях экономики финансов бухгалтерии но все это связано именно с финансовым контролем и средняя зарплата на этих позициях составляет 2409 евро в месяц ну что тоже считается неплохо так как я уже говорила вот в этом своем видео средняя зарплата brutto это 1500 евро то есть вычесть еще налоги получится порядка 1300 евро в месяц таким образом до финансовые работники в принципе по эстонским меркам зарабатывают неплохие деньги и продвигаясь выше мы переходим к айти сектору наиболее наверное востребованному и можно сказать по праву золотому сектору эстонии значит эти сектору и на третьей позиции это будут системные администраторы честно сказать я вот так до конца и не понимаю чем именно занимаются системные администраторы потому что мне кажется что это очень широкое название вот если вы конкретно понимаете о чем идет речь обязательно напишите мне в комментариях потому что зарплаты на данной позиции в среднем составляют 2506 евро на это то есть опять-таки кто-то больше кто-то меньше но в целом вот так вот и на втором месте это это аналитики зарплатой 2700 евро в месяц на это чисто и замыкает эту золотую пятерку для архитектора зарплатой 4000 евро на это в месяц тоже средний показатель то есть есть ребята которые на данной позиции могут зарабатывать значительно больше я думаю так что я не знаю девушки если вы в активном поиске и видимо ищите себе в мужья ребята из айти индустрии потому потому что именно таких айти позициях в эстонии по крайней мере можно зарабатывать наиболее скажем так приятные суммы вот и как я вам и обещала расскажу вам про то что когда я училась на это уже было лет 10 11 назад училась я техническом нашем университете не помню что было за предметы но вот тогда получается до 10 лет назад нам рассказывали про то что разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в эстонии составляла 25 процентов и это очень большая разница относительно того что мы стремимся в цивилизованную европу эти данные показатели по крайней мере говорят значительно ниже на сегодняшний день это разница в зарплатах сократилась между мужчинами и женщинами и я вам приведу цифры относительно средних зарплат в эстонии представьте мужские зарплаты собрали поделили женские собрали поделили и вот что вот как бы по среднему получается зарабатывают мужчины и женщины эта разница составляет более 20 процентов это официальные цифры и поэтому опять-таки возвращаясь каким-то темам относительно того почему мужчины там должны платить или вот как бы откуда все это берется по крайней мере да в нашей стране надо учитывать тот факт что если вы женщина скорее всего вы будете получать меньше даже на одинаковых позициях с мужчинами сейчас возможно в каких-то более прогрессивных иностранных компаниях это этой разницы нету ну вот если взять суммарно то все еще права женщины в некотором роде до сих пор у нас вот ущемляются и выражены это зарплатами так что я считаю что 20 процентов это очень большая разница учитывая что мы живем в европе учитывая что все борются за права женщин и так далее и так далее поэтому да вы примите это к сведению как факт ну и напоследок я вам расскажу в каких странах зарплаты наиболее высокие и озвучу это в цифрах потому что эта информация интересная на мой взгляд итак на пятом месте стран в которых зарплаты наиболее хороши назовем это так это исландия и средняя зарплата указана также чистыми то есть без налогов человек получает на руки в исландии 4555 евро нет это средняя зарплата в исландии в люксембурге средняя зарплата составляет 4837 евро нету дальше идет лихтенштейн зарплатой 5049 евро нету на втором месте дания зарплатой 5122 евро нету в месяц ну и на первом месте конечно же швейцария ну тут как бы наверное без сюрпризов и зарплата в швейцарии средняя составляет 51299 евро в месяц и также я бы хотела вам озвучить топ-5 стран в мире которые в которых уровень зарплат наиболее низкий если честно меня эти цифры повергли в шок потому что ну вы сейчас сами услышите и мне было бы очень интересно послушать ваше мнение на тему того вообще как вы думаете даже в таких странах можно ли выжить на эти деньги я так глубоко не задумывалась что есть настолько низкооплачиваемый труд опять-таки называю суммы netto и на пятом месте в этом не самом радужном списке эфиопия со смесячной зарплатой 110 евро в месяц на четвертом месте таджикистан и средняя зарплата в таджикистане составляет 85 евро в месяц на третьем месте конго зарплатой 82 евро в месяц дальше идет на втором месте мавритания зарплаты 55 евро в месяц и на первом месте среди страны самыми низкими зарплатами это куба и сумма указана 26 евро в месяц и честно сказать я даже не знаю это вот вообще такое может быть может быть кто-то бывал на кубе напишите реально ли там такие цифры потому что мне кажется на такие деньги даже не раз у нас здесь в эстонии и в магазин сходить невозможно так что вот в общем теперь вы знаете какие рабочие места в эстонии наиболее лакомые если вы собираетесь сюда переезжать устраиваться на работу то наверное в IT секторе вам будет наиболее интересно работать наиболее интересно зарабатывать и наиболее интересно жить надеюсь вам понравилось мое видео обязательно пишите свое мнение по поводу зарплаты цен разных стран и поговорим о чем-нибудь еще в следующий раз